Проект «Активное долголетие» постепенно возобновляет работу в очном режиме. Клубы открылись в 30 муниципальных образованиях Московской области. Городской округ Люберцы оказался в их числе. Наша съемочная группа встретилась с участниками программы, которые посетили первые занятия. Период самоизоляции доказал, что владение современными технологиями – навык, необходимый для людей старшего поколения. Одно из первых занятий после снятия ограничений прошло в компьютерном зале. Экран нам дает возможность видеть, общаться с компьютером. На клавиатуре мы набираем команды. Двери клуба «Активное долголетие» были закрыты 4 месяца. 28 сентября, спустя три недели после торжественного открытия досуговой площадки, занятия пришлось отменить. Сейчас проект постепенно возвращается в прежнее русло. Всего в программе 10 активностей, но на сегодняшний день нам также помогает учреждение культуры и спорта постепенно открывается всё-всё-всё, что работало до этого. Но сейчас конкретно пока нет бассейна и нет экскурсий. Пока ждём особого распоряжения. В базе активного долголетия городского округа Люберцы почти 3000 участников. Это люди старше 55 лет, которые хотят вести активный и здоровый образ жизни. Скучновато дома. Не хватало этого общения с девочками. Теперь подопечным клуба скучать не придётся. Пока они сидели на самоизоляции, преподаватели приготовили для них новые идеи для творчества. Алмазные картины и мозаики алмазные. Картины для рисования. Это очень интересные вещи. Рисуется по клеточкам, выкладывается стеклярус. Стразики маленькие. Они выкладываются по клеточкам. В принципе, несложно, но очень кропотливо. Чтобы стать участником программы «Активное долголетие», необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения. При себе нужно иметь паспорт. Занятия в клубе проходят по предварительной записи. Уточнить расписание можно по телефону, который вы видите на экране. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.